В гостях хорошо, а дома лучше. После двух подряд сборов в Европе команда приехала в Тюмень. Причем «Жемчужина Сибири» уже несколько лет стабильно стоит в плане тренерского штаба первой команды страны. Спортсменов привычно радуют великолепные условия и радушный прием. В Тюмени всегда было очень приятно тренироваться. Как говорится, Тюмень не переставляет удивлять своим гостеприимством, своим размахом. Здесь практически для тренировочного процесса есть все. Журналисты своими глазами сумели убедиться, что втягивающая работа у сборников уже давно позади. Сейчас у шестерых атлетов национальной дружины идут тяжелые комплексные упражнения, длящиеся по несколько часов. Тренировки все время меняются и к четвертому сбору работа становится все жестче. От этого настроение становится более напряженным и хочется какой-то соревновательной практики. Но благодаря таким интенсивным тренировкам, которые наконец пришли в тренировочный процесс, получается где-то, наверное, напрять, но в то же время получить необходимый драйв, вот такой соревновательный. И, в принципе, мы справляемся. В этом межсезонье Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин и Максим Цветков уже успели побывать в Белокурихе Алтайского края, немецком Роппольгинге и австрийском Абертиляхе. Каждый сбор был тщательно продуман тренерским штабом, а место выбиралось, исходя из задач, которые в определенный момент решала команда. Сейчас требованиям наставников идеально отвечает Тюменская жемчужина Сибири. В межсезонье мы работаем строго по плану. Сейчас проводим сбор в жемчужине Сибири. Для нас очень важно для тренировок иметь трассы разного рельефа. На этом комплексе есть как равнина, так и хорошие крутые подъемы. И это единственный центр, где есть два стрельбища. Как признаются спортсмены, свои плюсы и минусы есть в сборах как на родине, так и за рубежом. Но в Тюмень лучшие биатлонисты страны всегда приезжают с удовольствием. Жемчужина Сибири, кроме всего, еще является отличным местом для отдыха. В России мне больше нравится выходные проводить, потому что здесь можно спокойно на речку пойти. Я вот спиннинг взял с собой, выходные ходил так, в воду морщить, так можно сказать. Естественно, недосугом единым из года в год жемчужина Сибири привлекает лучших биатлонистов России. Антон Бабиков не стесняется расписывать плюсы комплекса. К слову, именно здесь, в 2016 году, башкирский спортсмен стал двукратным чемпионом Европы. Здесь, конкретно в Тюмени, конечно, очень нравится. Мы здесь каждый год проводим сборы, потому что здесь одна из самых разнообразных трасс. Очень хороший рельеф, то есть можно под разные тренировки подобрать необходимый градиент, скажем, или просто где-то по земле побегать, по асфальту. То есть, очень все разнообразно и, в принципе, очень хорошие тренажерные залы. Если в прошлом сезоне мужская национальная команда была разделена на две группы, то сейчас падин и гроз работают сообща, в единой команде. По словам атлетов, никаких негативных моментов нет. Опытные наставники хорошо поладили. Ну, в принципе, главное, что они между собой договариваются. У них конфликтов нет, чтобы на нас это не сказывалось. А остальное мы работаем, план есть. Помимо прочего, следующий сезон – олимпийский. И эта мысль прочно сидит в головах у всех биатлонистов. Хотя до игр в Пенчхане еще полгода. Впереди больше трех месяцев сборов, шесть этапов Кубка мира и лишь потом Олимпиада. Казалось бы, зачем лишний раз забивать голову мыслями об этих стартов? Выяснилось, что некоторые спортсмены и рады бы этого не делать. Да вот журналисты не дают. Вот если бы поменьше вопросов задавали, наверное, было бы полегче. Понятно, что все равно вокруг ажиотаж уже начинается такое то, что всем интересно, как тренируется сборная России. И именно вот в этом такое напряжение именно небольшое. Поэтому как раз-таки все немного опасаются разговоров с прессой. Есть и другое мнение. Прятаться в панцирь от мысли про игры толку мало. Потом можно просто не справиться с тем ажиотажем, который нахлынет. С другой стороны, спортсмену важно и не перегореть. Вопрос, как ни посмотри, непростой. Здесь сложный психологический момент на самом деле. Как себя к этому настроить. Думать ли об этом каждый день, чтобы это приелось, либо наоборот отгонять мысли. Пока я не могу точно ответить. Я думаю, что надо как-то прогонять в себе вот эти моменты, чтобы потом это не было как снег на голову. Опытные биатлонисты, как Евгений Гораничев и Александр Логинов, уже знают, что такое Олимпийский сезон. Но после сочинских игр за четыре года национальная команда обновилась. Молодым спортсменам в каком-то плане даже проще. Что такое давление перед Олимпиадой, они еще не знают. Для меня этот опыт в новинку готовится к Олимпиаде. Поэтому, возможно, я не чувствую какого-то груза ответственности. Для меня не было предыдущей сезона высокой планкой чемпионат мира или Олимпийские игры. Для меня это свежие ощущения. Поэтому я спокойно готовлюсь и не чувствую какого-то груза ответственности на себя. Как бы то ни было, вся страна, не только спортсмены и журналисты, но и миллионы болельщиков уже предвкушают битвы на южнокорейских трассах. Можно включить режим Андреа Пирла, который в день финала чемпионата мира по футболу поспал и поиграл в приставку. А можно накручивать себя до безумия. Каждый решает сам. Главное, чтобы спортсмены полностью выложились в честной и яркой борьбе. Я думаю, что мы справимся. Главное настраиваться на работу, на качественное ее проведение. Поэтому думаю, что Олимпийские игры должны нас только стимулировать. И я верю, что это будет и в будущем так, что мы будем с радостью всегда вспоминать то, как мы к ним готовились и то, как мы их прошли.